всем привет сегодня у нас будет интересное видео о том как правильно и быстро разделать налима в данном случае мы имеем вот такой экземпляр весом 5 килограмм точнее 4 килограмма 965 грамм только приехал с рыбалки ставил самоловки на линчика и вот попался такой кабан с пяти самоловок попался попался один ловил я его на миногу что такое немного сейчас вставлю фрагмент видео как мне его привезли ее точнее что это за рыба очень диетическая вкусная жалим ее очень любит не много и домой будет кислорода дать вот это минога с миногой присоску сделать как он живой поживает давай да он уже ему хреново что-то этот не очень голодный можно посмотреть но и по-моему все этого не да уже не доехали это минога вот она вот свежая сытая вот да не стергай ты так быстро смотри мясо жри дари и вот если оттаскиваю кровь и не четкую вот еще не жрут пока рот покажу но она что-то питается если у них забрать если дырки какие у них есть вон и шагу дырочек таких вот такие дяты и нет ну ладно вот такие миноги художские тут ладно приступим что самое важное в разделке на лимон то есть первое с тобой надо иметь естественно хорошо заточенный нож вот такую мисочку это у нас пойдет под икру или под молоко ведро пакет под отходы потрохов так что мы делаем вообще как многие знают кто уже чистил на лимон знает что это очень такой такая кровяная рыба то есть во время чистки очень много грязи крови кстати почему я делаю этого не потому что мой полный не влезет там это будет очень неудобно всю эту процедуру чистки и проведу ванне и так что надо делать во первых никогда не мучаю животных то есть не дни калачу и по башке колотушками там чем-то еще просто как бы рыбка сама засыпает кому-то уже она и неживая то есть чтоб не разводить грязищу что мы делаем первым делом первым делом надо отрезать хвостик вот тихонечко отрезаем и на линчик засыпаем все после этого на дима надо немножко подержать чтобы он уснул и все в итоге на лим заснул мы приступаем сейчас он лежит и мы приступим дальнейшей переработки этой рыбины ну что на линчик у нас задремал а мы что сделаем первым делом естественно теперь надо его почистить а точнее узнать что у нас будет икра или молоко естественно хотелось бы и корочки я подозреваю что это скорее всего будет икра итак давайте взглянем что же у нас в этой вкусной рыбки на ребята я не ошибся хотел еще сказать что видео у нас будет из двух частей из первой части это разделка как разделывать и что куда у нас пойдет какие части налима что мы будем делать из каких частей налима ребята посмотрите это просто фантастика икра как надо в этом слове для сердца русского удалось много в нем это просто это просто безумие посмотрите сколько икры 5 килограммовом на линчике все мы это все это мы взвесим соответственно все и посмотрите вот после того как я отрезал хвостик у нас на лима таких вообще проблем а также посмотрите печеночка отличная аккуратно снимаем печень и жилостный пузырь отделяем сейчас не очень удобно вот печень здоровая без жировых обычности жировые такие шарики там но икра ребята я вам скажу посмотрите когда наверно около килограмма ну а дальше потрошки тут дело техники это сейчас я все уберу и продолжим но что большая часть чистки уже пронеслась и так заключительная фаза что надо делать первое голову и часть хвоста головая часть хвоста у нас пойдет на уху на линии ухо это вообще что-то ребята далее супер он дело не одеваю сначала я отрезаю голову тут ничего сложного нет беру чуть больше передних плавников чуть подальше беру чтобы ухе было наваристость вот так вот должен быть так хорошо заточен хребет очень мощный иногда бывает попадешь не между позвонков а поперек позвонка и произошло сейчас ничего страшного ребята посмотрите какая красавица какая мощная голова из нее мы будем делать уху откладываем его отдельно и дальше раз уж мы будем готовить в этом видео 0 готовить моему будем вместе с хребтом если раньше в деревнях все это готовилось русской печи все распаривалась как бы косточки превращались становились мягенькими то мы будем готовить в домашних условиях сковороде я покажу как правильно прожарить пропарить эту рыбу чтобы такие большие куски а делать мы будем большими кусками были естественно полностью приготовлены мясо не оказались сырыми что хорошо кости отходили что было приятно есть далее что я делаю нарезаю я уже с этой стороны при среднем беру раз так 1 2 3 3 3 позвонка и перерезаю делаю это сначала изнутри чтоб удобнее было посмотрите насколько у 5 килограммового налима мощный хребет естественно естественно вот нет как есть нож должен быть острый вот этими шкура налима толстенькая вот такие кусочки у нас получится сейчас я его перешинкую так ну что ж а теперь давайте посмотрим самому даже стало интересно раньше никогда не взвешивал сколько весит чищенный налим имеется ввиду сколько у нас выйдет икры так вот я поставил на ноль сколько по весу почти в 5 килограммовом на линии было икры вот я ее положил видим до 600 почти 700 грамм из почти пяти килограмм почти 700 грамм смотрите какую пропорцию занимает икра во время нереста у самки так дальше мы знаем у нас 67 это мисочка весит печень 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 217 грамм снимаем ставим на нолик нолик так сколько весит теперь голова вот она головушка да ребята кило 80 грамм очень интересно 700 грамм и край голова тела 80 печени это почти два килограмма делается нервничает ну и соответственно без потрошков давайте зависим филей так скажем вначале вес его был 5 килограмм а 4 килограмма 965 грамм посмотрим что у нас филеем получится сколько выйдет какая вкуснятина мир слюни текут уже так и хвостика кусочек все это вот 2 600 плюс икра 700 грамм это 3 300 200 печень 3 300 3 700 и голова тела 804 780 до 4 780 а было 4 965 вот и делаем выводы то есть жабры и кишочки сколько у нас весит все с этим мы разобрались теперь вы все знаете сколько что весит у на ли мы приступаем самому важному это жарки жарки вот таких больших кусков кость очень мощная очень мощная у на ли мы сейчас покажу я как это все делается чтоб просто как мед распадалась таяла во рту чтоб хорошо пропеклось сейчас вы все увидите как надо правильно делать итак погнали посмотрел ребята я на количество муки которая оказалась у меня под вечер и решил не делать на ли мы с костями сделаем его классически красиво так называемая нежная филей что для этого на всего ничего берем и начинаем его просто вот так чик аккуратненько ребрышки подрезаем и вот такие филешки у нас получается мы их очищаем все это срезаем жилки вот уже обваливаем в муке посмотрите какое мясо какая структура мясо нежное вообще вот просто ладенько ну что сейчас я начищаю налима отделяя кости и начинаем приступаем к жарке самому заключительному вкусному и питательному процессу не подавиться бы с линями кур тут исходит готов на шею запрыгнуть и поцеловать ну что поехали все уже готово теперь приступаем самому интересному сковороду я раскачал на троечке поставил на двоечку налил растительного масла и теперь самое интересное насыпал муки посолил также приготовил мельники с черным перцем потому что без перчика никуда то есть перец цельный буду его молоть свежечком никогда не покупаю уже могут и вот смотрим то есть разогнали сковороду на тройке ушли на двойку если оставить на троечке то сейчас было бы очень весело вот так на малом ходу среднем малом ходу то есть немалый небольшой именно среднячок ну так филешечку налима мы готовим все первая партия загружена пока она готовится я подготовлю вторую красота такое филе и да жалко муки мало так бы показал как как готовить с костями вместе ну ничего следующий раз страшно ничего не произошло все у нас получится и так сейчас приготовиться первая партия да когда она уже будет подходить то есть обжарка мясо происходит мясо налима происходит здесь надо контролировать визуально очень много зависит от сковороды от плиты то есть тут конкретно сказать держи три минуты потом переверну это будет неправильно то есть все все мы смотрим по месту чуть-чуть добавлю доску запах ребята уже начинает идти очень-очень за такой очень интересно так если видим что мы что-то не то немножко добавляет скорости сковородки заметно добавили половину появилась вот это волшебное скворчение скворчание и как правильно говорится неважно главное все поняли все видят вот эту красоту честно уже готов кинуться уже готов кинуться сейчас подхватиться корочка только сразу делаем переворот пилей готовится естественно намного быстрее чем это было бы с мясом на кости хотя хотя вот посмотрите два кусочка мне все-таки все-таки я буду вот эти делать с косточкой вот эти не хочу их зачищать там одновременно сейчас буду готовить икру так процесс жарки пусть идет я пока подготовлю кастрюльку для икры и печени жарко подходит к концу ребята первый пальчик не выдержал съел прямо чуть ли не вместе со сковородной налим просто сказка фантастика обжаривается быстро да и кстати вот поставил навариться икру и печеночку сейчас это все сварится для очищу от пленки и корочку процежу сквозь марлю все это потом печенкой разомну добавлю свежего лука перемешаю посолю естественно еще и все и буду намазывать на хлебушек и все прекрасно хорошо так что так готовьте рыбу жарки налимов кстати следующее видео будет для тех кто кого интересует дом из арбалита монолита поеду на дачу там чеклой у соседа происходит у нас погода в этом году сплошные дожди январь месяц плюс пять дом разбог там что-то творится невероятное так что поеду сниму и выложу видео посмотрите кому это будет интересно а так до новых встреч всем пока